Рабочий график президента сегодня очень насыщен. Еще одна встреча во Дворце Независимости с генеральным прокурором. Александр Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед ведомством и его руководителем. Андрей Швет уже год в должности. Время было непростое, но постепенно удалось вернуть порядок и мир на улице. Белорусский лидер рассчитывает на укрепление роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка и в дальнейшем. Еще среди важных тем борьба с киберпреступностью. Цифровые мошенники предоставляют особенно серьезную угрозу, тем более для старшего поколения белорусов. Скажу откровенно, я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы все-таки прокуратура займет достойное место в системе органов власти у нас. Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид против советских людей на территории Белоруссии. Эта тема не просто должна звучать. Мы должны, в конце концов, наше поколение должно показать, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики. Никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава Богу, здоровые родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило. Один совсем недавно разумный человек сказал, что «майн камф» в настоящее время остается актуальным. То есть как были они нацистами, так они остались только формы. Совершенно другие формы. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. И я получаю информацию, ваши ребята работают. Ваши впечатления о борьбе с преступностью, на что нам надо обратить внимание. Ну понятно, вот компьютеры, цифровая это преступность. Это просто беда. Но тут люди должны ухо во строй держать. Старшее поколение, куда вы лезете? Зачем вы мошенникам отдаете или ведетесь на их предложение? Отдавай свои деньги. Ну предлагают, а они губу раскатывают, где-то заработают. Никто ничего просто так не даст. Но тем не менее наша обязанность защитить этих людей. Что касается расследования фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, то здесь продолжается крайне серьезная работа. Генпрокуратура подготовила буквально тонны документов, попросила свидетелей тех страшных событий. О том, как идет большая расследовательская работа, рассказал журналистам уже после встречи с президентом Андрей Швет. На сегодняшний день нами допрошено более 4 тысяч живых свидетелей. Установлены фамилии более 400 карателей, которые проживают в 13 странах мира. Выявлено уже более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан. Мы работаем в архивах сейчас Российской Федерации, также в архивах наших спецслужб для того, чтобы собрать полноценную базу доказательственную для предъявления в Международный суд для признания факта геноцида белорусского народа. Доложены результаты изучения архивных материалов Мюрнберга и других сведений, согласно которым правительственная комиссия СССР в послевоенный период определила сумму ущерба для нашей страны. С учетом тех документов и иных сведений, мы предполагаем, что эта сумма будет составлять не менее 500 миллиардов долларов США.